Здравствуйте, с вами Финверсия ТВ. Представляем вашему вниманию прогноз по финансовым рынкам на новую неделю. Курс валютной пары EURUSD укрепился на предыдущей неделе и достиг отметки 1,1298 к окончанию торговой сессии в пятницу. На прошлой неделе в среду состоялось очередное заседание Европейского Центробанка, которое на этот раз не принесло сюрпризов. Процентная ставка осталась без изменений. Подробности предстоящего раунда целевого долгосрочного кредитования банков не были раскрыты. Глава ЭЦБ Марио Драги заявил на пресс-конференции, что ставка останется на текущем уровне как минимум до конца 2019 года или до тех пор, пока инфляция не приблизится к целевому уровню 2%. Драги отметил низкий уровень роста ВВП, особенно промышленного сектора, и объяснил это снижение внешнего спроса. По мнению главы ЭЦБ, ситуация останется без изменений в течение всего года. Рост инфляции в еврозоне опустился в марте к уровню 1,4%, и это стало повторением худшего результата с апреля 2018 года. После восстановления в прошлом году выше уровня 2%, инфляция вновь укрепляется недостаточными темпами в 2019 году, в основном за счет недостаточного роста цен на продукты питания, услуги и промышленные товары, не связанные с энергетическим сектором. Более того, учитывая динамику фьючерсных цен на нефть, можно предположить, что индекс потребительских цен продолжит снижаться в ближайшие несколько месяцев. Президент США Дональд Трамп снова заявил на прошлой неделе, что собирается ввести тарифы на часть европейских товаров для защиты внутреннего производства. Эти меры озвучиваются Трампом не в первый раз и негативно влияют на уверенность инвесторов еврозоны уже сейчас. Если тарифы будут действительно введены, это окажет существенное давление на европейскую экономику. Например, пошлины на импорт США немецких автомобилей могут привести к сокращению всего автомобильного сектора в Германии почти на 30%. Котировки пары евро-доллар сохраняли позитивную динамику на прошлой неделе. Вопреки негативным прогнозам по росту экономики в еврозоне. В конце недели курс преодолел уровень сопротивления 1.13, но не смог закрепиться и снизился к окончанию сессии. Волатильность актива остается низкой, котировки по-прежнему торгуются внутри диапазона 1.12-1.15.50. Мягкая риторика ЭЦБ и снижение курса пары к нижней границе диапазона позволяли надеяться на прошлой неделе на попытку пробоя уровня 1.12, но в итоге произошел откат к отметке 1.13. В среднестроечной перспективе рост пары остается ограниченным. Укрепление инфляции в США к уровню 2% возвращает возможность повышения ставки в 2019 году даже вопреки заверениям ФРС. Разговоры о рецессии в США также оказались преувеличением. Разрыв между двумя экономиками будет поддерживать нисходящий тренд пары евро-доллар. Курс фунт доллара незначительно изменился на прошлой неделе и вырос к отметке 1.3072. Волатильность пара оказалась на удивление низкой, учитывая важные решения, которые были приняты на прошлой неделе. Великобритания получила от Евросоюза отстрочку по Брекзиту до 31 октября. Этот срок значительно превышает тот, который просила у ЕС британский премьер-министр Тереза Мэй. Таким образом, Великобритания получает достаточно много времени для того, чтобы согласовать сделку внутри страны и избежать жесткого варианта Брекзита. Вероятность выхода страны из состава ЕС без соглашения значительно снизилась. При этом длительная срочка имеет явно выраженный негативный эффект, о котором на прошлой неделе говорил глава Банка Англии Марк Карни. По словам регулятора, инвестиции бизнеса Великобритании практически замерли с референдума по Брекзиту в 2016 году и текущий уровень неопределенности рекордно высокий. Падение инвестиций имело резкий негативный эффект на производительность и теперь рынок труда Великобритании имеет все меньше ресурсов. Карни отметил, что риск выхода из ЕС без соглашения снизился, но нужно учитывать то, как парламент использует отведенное ему время. На последнем заседании британский регулятор прямо заявил, что решения в отношении дальнейшего изменения кредитно-денежной политики в текущем году будут приниматься в зависимости от итогов Брекзита. С наступлением некоторой определенности в отношении переговоров на первый план снова выйдут экономические и монетарные факторы, а не политические, как в последние месяцы. Инфляция в Великобритании снизилась в первые месяцы 2019 года до 1,9%, но остается достаточно высокой для того, чтобы Банк Англии всерьез мог рассматривать возможность повышения ставки. Средний уровень заработной платы, который является важным индикатором будущей потребительской инфляции для регулятора, вырос к рекордному уровню с 2017 года. Ближайшее заседание Банка Англии станет крайне любопытным, так как на фоне длительной отстрочки Брекзита регулятор сможет более определенно высказаться в отношении своих планов по кредитно-денежной политике в ближайшие месяцы. В любом случае, перенос сроков Брекзита окажет поддержку британской валюте в ближайшее время. Главным риском для рынков остается выход Великобритании из состава ЕС без соглашения, и вероятность этого риска в настоящее время значительно снизилась. Курс пары фунт-доллар торгуется в диапазоне 1,30-1,33 с середины февраля. В ближайшее время можно предположить рост котировок к верхней границе диапазона на фоне роста ожиданий заключения соглашения по Брекзиту. На предстоящей неделе Великобритания публикует данные рынку труда и показатели инфляции за март. Если данные окажутся сильными, курс пары фунт-доллар вырастет к уровню сопротивления 1,33 до конца недельной торговой сессии. В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем разворот пары EURUSD и снижение актива к уровням поддержки 1,1270, 1,1250, 1,1225, 1,1200 и 1,1180. В отношении фунт-доллара ожидаем рост котировок к уровням сопротивления 1,31, 1,3125, 1,3160, 1,3190 и 1,3230. Информационный портал finversia.ru – финансовая версия происходящего в мире экономики. Ждем ваши комментарии.